вы знаете вот вы когда сказали про там вот влюбленности и прочее я помню что андрей сергеевич кончаловский писал что фильм хороший получается когда между актрисой и режиссером я не пропасти сейчас есть духовно есть какое какое-то влечение симпатия и это вы можете работать с партнером нас на сцене ли на площадке я не знаю про режиссера который вам антипотичен вот он вам не нравится как чек мальчик или девочка это вот ну неважно вот он вам неприятен вы можете играть с ним в любовь в дружбу и в симпатию или это надо какое-то усилие делать над собой но это усилие конечно если вообще идеально мне кажется получается когда тебе партнер симпатичен и вы правильно сказали что это не обязательно иметь какие-то отношения на и как правило действительно этого и нету но хотя часто бывает что люди влюбляются именно на съемки да когда видимо есть какая-то как я понимаю для себя уже видимо есть какая-то грань через которую человек ну не переходит да потому что там у него есть семья там еще что-то да либо у него вот это на уровне такого именно какой-то духовной симпатии это очень важно вообще важно когда у тебя с режиссером ты говоришь на одном языке и с партнером да и есть вот это вот какое-то вот взаимное влечение но она именно на таком легком уровне да то есть она закончилась смена съемки она заканчивается спасибо всем и друзья пока да и там всегда рады друг друга видеть мне кажется это очень здорово так должно быть но если вдруг такого нет но у меня было по моему это но очень редко то может был несколько раз а даже сейчас на это и не вспомню когда но у меня был смешно очень эпизод не то что нет у нас были нормальные отношения я просто не знала тогда мы не были знакомы допустим с кириллом гребенщиковым я прилетаю на съемки серафимы прекрасно я очень давно знаю коренев альянс я у него до этого снялась на в пяти проектах и роли этого злодейки писал для меня специально такой злодейки разлучницы который я сказал я вообще это не буду играть то что говорю такую это не моя роль она как захарова ты дура ничего не понимаешь в общем все я согласилась и я прилетаю на съемки вот я говорю как же кирилл выглядит он сейчас очень много снимать сейчас звезда тогда он меньше снимался и мне а он по фильму покибает и мне год но он видите этот стоит памятник в автобусе типа сам съемка завтра он его портрет я говорю а дальше я захожу в гостиницу как раз карина готовой познакомься вот кирилл я бы ой кирилл здрасте а я ваш портрет только что на памятнике видела сказала я смотрю все как-то так но я по лицам поняла что я что-то сказала то видимо чего кирилл не знал оказывается кириллу не сказали что портрет есть на память не понимать от него это скрывать попалили пришла и на таких эмоциях прилетела радостная феодосия и так вот выпалила ему это и на следующий день у нас первая смена вот мы только друг друга увидели да здрасте я лета здрасте я кирилл а у нас прям такие сцены страстные с поцелуями насиновали там вот с таким зеленом боже мой как играть я думаю я вообще и вот и вот так вот мы как-то снимали снимались и потом там проходит ночь с утра мы все встречаемся на завтраке я подхожу к карине и говорю карин ты знаешь мне кажется я вчера переиграла она захарова только что подходил гребещиков и горит ты знаешь карин мне кажется я вчера не доиграл вы как выпить как то есть вы мари ванна переигрывайте а вы не доигрывайте все нормально успокойся то есть вот это понимаете может быть даже делаешь все хорошо но ты все равно как ну как ты встретился еще кто же не может сразу на него броситься но наверное есть такие да но я не думаю а ты играешь при этом в общем это такой процесс притирка должна быть все равно знаете вот хрестоматийный пример в кинематографе это девять с половиной недель где кинг бессенджер и микки рурк они друг друга ненавидели а сыграли при этом ну ощущение что них роман у вас у вас иногда когда вы смотрите ленты с собой вы понимаете что вы себя обманывали или вам всегда нравится то что вы сделали конечно нет вы имеете как я сыграл недорог действует да нет вообще себя сложно воспринимать бывает что-то мне очень нравится ведь вот у карины тоже были какие-то сцены которые там как я это сыграла знаете когда я забываю что вообще это я и я погружаю погружаясь в это да и мне это очень ну как бы даже как ну то есть я я сама не пою а со стороны это прям выглядит как-то очень бывает что мне что-то кажется нет вот здесь можно было иначе сделать нет нет это ну мне кажется конечно когда уже опыт какой то набирается ты к себе легче 1 5 просто не нравится как снято да кажется ну казалось ты вроде так выглядел хорошо а как то снято может быть не так хорошо да ну то есть это так тонко все но мне кажется артист не должен быть собой все время доволен это такая знаете такая позиция которая является довольный собой артист вообще и в театре в кино которому ничего уже не надо того у него теперь все есть и он все гениально все время делает может это какая-то нерабочая позиция Знаете, вот такое вот почивание на лаврах, оно такое... Мне кажется, ты в этот момент прям летишь, 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 уже где-то там у подножия Аль показываешься, валяешься просто. Режиссером постфактум артист должен быть всегда доволен. То есть у вас всегда приятный послевкусие встает от работы с режиссером. В основном да. Вы знаете, в основном да. И от кого-то больше, от кого-то меньше. Но потом ты видишь результат на экране, думаешь, ну как здорово, все. Но у меня очень редко бывают конфликты с режиссерами. Мне кажется, даже у меня никогда такого не было. То есть я из тех... Вы знаете, бывают артисты, они на площадке, вдруг начинают спорить, 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 тянут время для чего-то, я не знаю. Что-то какое-то... А давайте... А вот нет, а вот это вот... А я вот это вот не пойму. А это почему? Я думаю, что такое происходит, не пойму я. Я вижу, что уже режиссер раздражается и все это. И думаю, что же это такое? Вот есть такие люди, им надо до чего-то докопаться. Вот я не из таких, вот честно. Я думаю, для чего? Ты подписался на проект, ты доверяешь этому человеку, ты читал сценарий. Ты знаешь, вы все равно плюс-минус встречались, да, перед тем, как вы начали работать. Может быть, кому-то это... Нет, если режиссеру это нравится, да. Но если у меня вдруг в голове какая-то идея, не то, что я подхожу оператору и говорю, вы знаете, мне надо только так снимать, так не надо. Я такого тоже никогда не делаю. Я доверяю. Есть люди, это их профессия. Я никогда не гримируюсь сама. Да, то есть я могу сказать, давайте тут глаза вот так чуть-чуть добавим, да, если возможно. Но я никогда не буду вот так вот вступать в конфликт. Это не моя природа. И мне кажется, это правильно. Ну, я не знаю, может быть и нет. Нет, но есть же какое-то видение роли, допустим, если вы этот образ свой представляете после ознакомления сценария одним образом. Да, я могу это сказать режиссеру, конечно. Я могу сказать, вот, а мне кажется, вот, а он скажет, а я вижу, и он режиссер, он главный все равно, понимаете? Значит, я должна к нему прислушаться. Если бы я была режиссером, а он артистом, значит, было бы наоборот. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Но я думаю, это все равно взаимное плавание. И оно иногда бывает долгим, да, иногда бывает коротким. Я думаю, вот проект, мы все встречаемся, мы все в одной в этой лодке, да. И если один там куда-то его в шторм попал, да, то все остальные тоже начнут как-то ходить ходуном. Ну, и для чего это? Вы, на вскидку, можете несколько работ своих назвать, которыми вы, ну, реально гордитесь? Вот, вы считаете, что у вас получилось? Ну, мне кажется, Серафима прекрасная получилась. Это, как бы, кодетство, мне кажется, Полина Сергеевна получилось, потому что ее до сих пор... Вы ведь там взяли, по-моему, Беспроб, да, на эту роль? Да, да. Если хотите, я потом расскажу эту историю. Нет, я хочу прямо сейчас, да, расскажите. Как проекты назвать? Да. Еще я очень люблю фильм «Тартарена Староскона» Дмитрия Астрахана. Я за него получила приз в Гатчине, это было давно, это тоже начало двухтысячных. Приз назывался «За невероятные кокетства, граничащие с мастерством на экране». И председатель жюри был Георгий Натансон, по-моему, мне кажется, тогда еще была жива Клара Вучко, она тоже была в жюри. То есть были такие, как бы, такой вот режиссер, такая актриса, вот. И там снимались удивительные артисты. Моим партнером был Николай Петрович Караченцев, Анатолий Юрьевич Ровикович, Инна Ульянова. Был такой состав звездный, Филипенко, Абдулов. Я играла, вот, мы с Николаем Петровичем играли, Караченцев, главные роли, мы играли авантюристов. Это по Альфонсу Даде, по его произведению. Вот, то есть я этой работой тоже очень горжусь. Но еще есть любимая роль, это принцесса Инищенко была на канале «Россия», где я играю двух разных. И мне потом ни одна актриса говорила, что училась на моей работе играть двух разных персонажей в одном фильме. Вот, а что касается кадетства, была забавная история, потому что я была на Кинотавре, мне сказали, что вот надо встретиться с продюсерами. И я встретилась с Вячеславом Уруговым, с продюсером, с Константином Кикичевым, продюсерами кадетства. Они мне рассказали эту историю, рассказали с такой увлеченностью, что вот кадеты, своровец влюбляется в учительницу свою. Я думаю, боже мой, какая роль? И проб никаких не было. То есть я просто с ними встретилась и поговорила, съемки уже шли. Я так понимаю, что у них кто-то в последний момент почему-то слетел. Вот, и меня утвердили. Я улетела на съемки больших гонок во Францию, вернулась, прям из аэропорта поехала в Тверь. Ну, то есть после Лазурного берега, прямо в Тверь, и сразу на площадку. Ну, немножко контраст. Вот. И режиссер Сергей Орланов, прекрасный режиссер, увидел меня. Мы впервые с ним увидели. То есть мы до этого не встречались. Вот это тоже, конечно, важно очень. Мне какие-то одевают странные костюмы. Перед тем, как я иду на грим, мне как-то одевают такую юбку в обтяжку с разрезом. Какую-то блестящую, что-то здесь такое. Я думаю, какой-то странный костюм. Я говорю, а этот какой-то странный костюмер. А я говорю, это точно мой костюм? Вы ничего не перепутали? Я как-то по-другому себе Полину Сергеевну представляла. Вот. Ну, в общем, я сижу на гриме. Заходит Сережа, видит меня, говорит, так смотрит. Я вижу, что он как бы обалдел моего облика и говорит, но если вы думаете, что вы вот это вот будете играть, вы очень ошибаетесь. Ну, типа вот такую какую-то дамочку с разрезом и в обтяжку, да? У меня вот так вот слезы, как... Нет, вот так вот у клоуна. Вот так они вперед летят же, да? Потому что я говорю, нет, мне тоже этот костюм не нравится. Мне так нравится. Ну, я ему все объяснила. Он говорит, так, все, съемку останавливаем. Мы едем с Леной в магазин покупать ей нормальные костюмы. Все, и потом мы так замечательно работали. Такая атмосфера. Ребята потрясающие. Мы до сих пор, когда видим друг друга, вот знаете, какое-то такое счастье. И вообще, когда ты, наверное, работаешь с молодежью, в этом есть какой-то дополнительный драйв. Ну, у меня тогда самой было, я играла роль, у меня было по роли 23 года, а мне тогда было 30 лет. То есть Полина Сергеевна-то тоже была совсем молодая. Но я выглядела, если посмотреть, я там действительно выглядела очень молодым. И Саша Головин. Он, по-моему, был тогда лет 15-16. И вот так замечательно все общались. Это было чудесное время, правда. Поэтому, когда я смотрю иногда, конечно, я не видела все серии, мы снимали 5 лет, ну, там, с паузами, естественно, да. Но когда я вдруг что-то вижу, думаю, как это сыграно, почему-то, как я могла так, раз, знаете, как-то, и я верю. Вот я смотрю, я верю. Но до сих пор подходят люди. Вот прошло сколько лет? Это с 2005 года были съемки до 2010. Представляете, сколько лет прошло? До сих пор подходят здоровые лбы, говорят, я вырос на вашей Полине Сергеевне, я вырос на кадетстве. А моя подруга говорит, а сколько вам лет-то? Что вы так, ее? Я говорю, да ладно, я привыкла, ты что, говорит, все нормально. Я на это не обращаю, мне очень приятно. Музыка